Когда я был молодым лейтенантом морской пехоты, я усвоил несколько уроков. Первый. Подавайте пример. Второй. Никогда не довольствуйтесь малым, если хотите, чтобы вас уважали. Когда сдаете тест по физподготовке, не пытайтесь сдать на минимальный норматив. Стремитесь к идеальным показателям. Третий. Прежде чем критиковать других, обратите внимание на себя. Это хорошие советы. Если вы держите такую высокую планку, вы неосознанно символизируете другим людям, что являетесь лидером. Как с помощью стиля сообщить другим людям о своем высоком статусе? Поговорим об этом в сегодняшнем видео. Первый совет. Знать основы дресс-кода и пусть немного, но улучшить свой стиль по сравнению с окружающими. Вы можете возразить, что в местном баре нет никакого дресс-кода. Но нет. Он есть везде. Иначе мы бы ходили без одежды. Вы всегда можете узнать, как будут выглядеть люди в том месте, куда вы пойдете и подготовиться. Вам не нужно быть мастером стиля. Ваша задача быть лучше девяти или десяти других парней в том же баре. Или коллег на работе. Полезно выделяться на фоне коллег, если вы хотите получать больше задач и внимания от вашего начальства. Может быть, все носят галстуки и рубашки. Тогда есть смысл надеть спортивный пиджак или снять галстук. Если все ходят в шортах или футболках. Возможно, стоит носить рубашку с воротником на пуговицах с хорошей парой темных джинсов и ботинок. Есть много способов немного улучшить свой стиль и при этом не выделяться слишком сильно. Вы по-прежнему будете вписываться, но при этом ваш стиль будет на голову лучше, чем у всех в вашем окружении. Следующий совет, который уже известен нашим подписчикам, звучит так. Знай своего портного. Многие мужчины покупают одежду стандартных размеров и не утруждают себя походом в ателье. Я думаю, одна из лучших инвестиций, которые вы можете сделать, доверить вашу одежду портному. В особенности стандартные рубашки и брюки, у которых всегда есть излишек материала. Если вы занимаетесь спортом, носите одежду, которая будет на вас хорошо сидеть. Я не говорю, что вам нужно выделиться любыми средствами. Я говорю, что по части стиля вам нужно быть на шаг впереди остальных. Если вы носите старые беговые кроссовки, замените их на кеды. Если носите классические туфли, попробуйте заменить на пару не менее формальных ботинок. Взгляните на эту пару с декоративной перфорацией. Такие детали помогут вам выделиться на фоне остальных мужчин. И женщины, и мужчины не применуют сделать комплимент. В этих ботинках вы будете выглядеть выше. Такую хочется надевать снова. Она улучшает ваш внешний вид. Следующий совет. Ищите брюки с текстурой. Джинсы хорошо подойдут, но мне больше нравятся серые флонелевые брюки. Любые флонелевые вещи хороши. Они могут походить на джинсовую ткань, но сделаны из качественных хлопчатобумажных материалов и из толстых нитей. Когда люди видят текстурированную ткань, они сразу хотят ее потрогать. Текстура делает вещь более комфортной. Флонелевая одежда много с чем сочетается и бросается в глаза. И не забывайте о вельветовых брюках, хорошо подходящих для осени, зимы и весны. Вельвет идеален в прохладную погоду. Ткань с текстурой выглядит теплее и комфортнее, и хорошо сочетается с различными спортивными пиджаками и рубашками. Выбирайте вельвет с 11 рубчиками на дюйм. Он является наиболее универсальным. В качестве альтернатив можно рассмотреть молискин и кавалерийский твил. Однако придется постараться, чтобы их найти. И не забывайте про одежду изо льна летом. Лен грубоват на вид, и многие избегают его из-за складок. Лично я считаю, крупные нити лучше сохраняют форму, и складок будет немного. Следующий совет. Не пренебрегайте узорами. Возможно, вы заметили узор на пиджаке. Он немного смелый, и если вы покупаете спортивный пиджак впервые, я бы не рекомендовал его. Но если это ваш третий пиджак, не бойтесь выбирать клетку. Это классический узор, особенно подходит для сдержанных расцветок вроде этой. Проще, однако, начать с узоров на рубашке. Мне нравятся небольшие и повторяющиеся паттерны. Издалека рубашка выглядит однотонно, но если вы подойдете поближе, вы увидите узор. Он придает глубины. Это очень красивая расцветка. Рубашки – очень простой способ добавить вещи с узорами в свой гардероб. Если вы не готовы начать с рубашек, остановитесь на аксессуарах. Этот платок однотонный, но я обычно предпочитаю узор пейсли. Один из самых простых. Также можно надеть галстук с узором в точку. И запомните, две вещи с одинаковым узором ни в коем случае не должны находиться рядом. Еще один совет. Не забывайте про ту роль, которую играет воротник в вашем образе. Во-первых, если воротник присутствует, это всегда дает несколько дополнительных очков в вашей одежде. Будь то поло, классическая сорочка или повседневная рубашка. Воротник делает ваш образ более формальным, придает контур вашему лицу и дополняет его. Если вы собираетесь носить галстук и у вас округлое лицо, отдайте предпочтение более заостренному воротнику. Если ваше лицо вытянутое, то остановитесь на широких воротниках. Также начините разбираться в аксессуарах. Начнем с часов. Я не советую начинать с дорогих моделей. Сначала определитесь, нравится ли вам носить часы, потому что они подойдут не всем. Свои первые я носил с удовольствием. Они были дорогими, но можно начать с Orient или Seiko. Если вы будете носить часы на протяжении полугода, и вам они понравятся, можете начать присматриваться к более дорогим брендам. К сожалению, почти никто не обратит внимания на дорогие часы. Но те немногие, кто разбираются, непременно обратят внимание. И в этот момент происходит волшебство. Вы сможете завязать разговор и, возможно, заключить прибыльную сделку. Следующий шаг – одеваться в соответствии с типом вашего тела. Важно научиться избегать распространенных ошибок. Будь вы низким или высоким, худым или полным, вам стоит избегать одежды определенных видов, подчеркивающих особенности вашего тела, которые вы, возможно, не хотели бы выставлять на показ. Итак, речь идет о том, как избежать обидных ошибок при выборе одежды. Если вы хотите узнать самые азы, то я рекомендую вам посмотреть видео. Это довольно обширная тема. Следующий шаг к тому, чтобы улучшить ваш внешний вид – научиться сочетать разные предметы гардероба и подбирать одежду. Что бы вы сказали о сочетании туфель и джинсов в одном образе? Проверьте свои догадки, посмотрев это видео. В нем я объясняю, как без труда сочетать туфли с джинсами и рассказываю об ошибках, которые негативно сказываются на вашем стиле. Обязательно пройдите по ссылке и посмотрите видео.